А вы заготовили огурцы на зиму? Конечно же нет, кто их заготовил. Я уже заготовил, кстати. Я перебрал несколько способов заготовки огурцов солёных, без уксуса. И выбрал этот холодный способ, очень хорош. Ну и внёс в него свои технологические приёмы. Всё, что придаёт дополнительный аромат огурцам, я вот так вот упаковываю в марлю. И потом, потом уже после засолки, буду раскидывать по банкам. Рекомендую этот способ, и ещё время у вас есть. Но очень рекомендую, не прозевайте моменты. Всем привет! Вот такие прекрасные, очень вкусные солёные огурчики, холодным способом я сегодня делаю, показываю вам. Это вот исходные ингредиенты. 4 килограмма луховицких огурчиков, чеснок, 4 головки средних, перчик, но не очень острый. Да, кстати, спасибо за просмотр рекламы тем, кто её просматривает. Вот так эти огурчики выглядят. Они очень вкусные, я их и в салатах употребляю. Купил два веника засолочных, букета, а не веник. Ну, неплохие. Листья хрена довольно много. Вот я их режу, листья хрена. Много купил отдельно зонтики укропа. А что касается перчика, я режу и пробую. Ну, он даже не средний, он слабее среднего по остроте. Но ароматный. Ну, количество его можете использовать на своё усмотрение. Кто-то вообще не использует. Тоже ваш выбор. Я применяю свой метод засолки. Укладываю в марлю чеснок, листья хрена, нарезанный мною перчик. Там несколько было, пару веточек вишни. Даже две зелёных вишенки. Вон, мы сейчас видели. И зонтики укропа много. Ну, граммов, если в граммах, я не знаю. Ну, граммов 300, наверное, зонтиков. И ещё добавил перчик, душистый горошек. Часто этот метод используют, засаливая в банках. Я буду в большой кастрюле засаливать. Всё уложил в марлю, завязал. Огурцы, естественно, вымыты как следует. Делаю рассол. Он насыщенный. Очень насыщенный. 300 граммов соли на 3 литра воды. Конвортной температуры. Соль сейчас использую вот такую. Она, конечно же, не иодированная. На ней прямо написано, что она подходит для заготовок. Ну, действительно подходит. Взял большую кастрюлю. По-моему, она 10-литровая. Ну, и укладываю огурчики. Ну, несколько листьев хрена можно вниз постелить. Ну, укладываю не очень плотно. Ну, можно и плотнее уложить. Меньше рассола понадобится. Ну, на рассоле экономить смысла немного. Много не сэкономишь. Заливаю вот этот рассол комнатной температурой. Вода чистая. У меня не из водопровода. Покупная. У кого-то чистая в водопроводе. Ну, тем повезло. Еще разведу такой же рассол. 100 граммов соли на литр. И добавил еще. Теперь укладываю вот это сокровище. Одно сокровище огурцы, а другое сокровище то, что в банке. Ну, видно, что еще надо рассолчику. Ну, я развел и добавил. Прижал. Прожал. Добавил еще немного рассолу. Ну, надо поставить гнет какую-либо. И пусть себе класятся. Ну, в качестве гнета я решил использовать кастрюлю. Заполнил ее водой. Ну, так, литра на два с половиной. Килограмма три с половиной гнет получился. Накрыл тканью. И пусть себе все это дело класятся. Через два дня оцениваю ситуацию. Ну, вот уже появились признаки выражения. Появились. Молочно-кислые бактерии начинают воздействовать на огурцы. И огурцы сквашиваются. Смотрю ситуацию. Огурчики изменили цвет. Первый день, где-то полтора дня, все пахло свежими огурцами. И вот этим набором из листьев хрена, зонтиков укропа, очень ароматно пахло. На третий день запах этих свежих огурцов исчез. Примерно на пятый день появляется запах соленых квашеных огурцов. Так и должно быть. Решил придавить тарелкой, уже кастрюлю ни к чему. И отправил на продолжение сквашивания. Ну, и примерно это седьмой день. То есть, первых два дня сквашивания, оно начиналось как бы. Ну, а третий день оно уже реально происходило. И где-то 4-5 дней огурцы сквашивались. Я достал из марли все, что у меня там было, и буду укладывать в банки. Ну, пропорции я уже сказал, произвольные. Но тут можно варьировать. Кто-то любит более острые, сделать там несколько банок более острыми. Больше или меньше чеснока. Ну, а листья хрена и зонтики укропа побольше их всегда не помешают. Если есть, корень хрена можно использовать в самом начале. Тоже неплохой вариант. Ну, как правило, в дефиците стоит неоправданно дорого. Ну, укладываю его в банки довольно плотно. Вот эти банки у меня литровые, около литра. Ну, все зависит от потребностей вашей семьи. Если семья большая, то есть смысл использовать двухлитровые, а то и большие емкости. Ну, в общем, нет никаких таких законов, которые обязали бы вам к пяти огурцам добавлять пол стручка перчика и шесть зубчиков чеснока. И вот что я делаю. Я доливаю рюмку водки. Наливаю. Ну, примерно 15-20 миллилитров. Так как я не буду обрабатывать, горячей обработки не будет, то водка поможет прекратить сквашивание, остановить брожение. Это хороший метод. На вкусе это практически не отражается. То есть, привкус водки вы не почувствуете по-любому. Это уж совсем небольшое количество. И так я делаю со всеми банками. Собираю банки и добавляю примерно... Небольшая банка может быть 10-15 миллилитров, а банка побольше, там 15-20 или даже 25. И доливаю доверху. Практически заподлицо. Если можете, налейте воду даже с горкой. Но я не смог. И закрываю банки крышками. И крышки, и банки я стерилизовал. Банки в духовке минут 10 при 200 градусах. А крышки в кипящей воде тоже минут 10-15. Вот эти вот заворачивающиеся крышки второй раз использовать в принципе можно, если у них нет большой деформации. Надо смотреть на уплотняющую белую резиночку. Так как все травы были в марле, то вот эта белая пена на них не села. И это хорошо. Поэтому я не промывая, естественно, все это укладываю. Огурчики я тоже не промывал. Просто достал из рассола. Еще вот это делаю. Делаю пробничек. Так как наливал, был рассол пересыщенный, а потом налил просто воду. Попробую через неделю. Через неделю после того, как я закрыл крышками банки, достаю их и смотрю. Все нормально, они не вздуваются. Выглядит нормально. Несколько мутнеет рассол. Ну так и должно быть. Он потом перестанет мутнеть, а затем осядет. Пробничек я сказал о нем. Прошла неделя, я его открываю. Рассол у нас был перенасыщенный. А так как я доливал водой, то здесь пробую этот рассол. Он сейчас нормальный, совершенно не пересыщенный. Режу огурчик. Ну так выглядит симпатично. Пробую. Хромкоет. И очень вкусно, реально. Так что этот метод вполне нормален. То есть закрыв эти огурцы, их через неделю уже можно есть. В этот момент закатывания тоже уже можно есть. Ну кто очень торопится, может даже не садить и есть купленные на рынке. Прямо так. Хранить огурцы можно в квартире, но не у батареи, а в более-менее прохладном месте. Всем приятного аппетита. Приготовьте, зимой будет вкусно. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok